Добрый день! Сегодня мы рассмотрим таймер для спидкубинга от компании ЧИИ. Сравним его с двумя другими бюджетными таймерами, которые вышли за последнее время. Сразу можно сказать, что здесь самая мощная и крепкая коробка по сравнению с этими экземплярами. Это YG, это MoYu. Это, соответственно, ЧИИ таймер. Коробочка красивая, много китайского, символическое изображение самого таймера. Открываем, достаем таймер, видим его изящный дизайн. Есть в комплекте фишки для того, чтобы крепить коврику, такие вот, как здесь на юксиновском таймере. А для чего они нужны? Если мы возьмем коврик от компании MoYu, то он идет изначально без вот этих фишек. А фишки идут в комплекте с таймером от MoYu. Соответственно, если ты хочешь дешевый коврик MoYu, должен купить и таймер MoYu. В комплекте с таймером YG таких фишек нет. Здесь же MoFung добавили фишки в комплектацию к своему таймеру, что сделали правильно. Теперь хитрости с этим ковриком уже не пройдут. Можно использовать удобный коврик и любой таймер. Также можно проделать отверстия в любом коврике для мыши, в чем угодно. Главное правильно расставить под вот эти крепежи, и все будет хорошо, хоть на скатерти. Здесь, кстати, есть такая пластиковая форма, она позволяет таймеру доехать в целости. То есть крепкая коробка, форма, и можно не переживать за таймер. Здесь, кстати, есть инструкция. Ее я не доставал, давайте посмотрим. Она очень большая. Здесь много чего написано. Но я не думаю, что это полезно. К тому же, все на китайском. Но, видимо, здесь намекают на то, как устанавливать эти крепежи. Я, кстати, не знаю, на ковриках от компании ЧАИ есть ли вот такие фишки. Кто использует, вам напишите в комментариях. Ну, это уберем. Это нам все не нужно. Давайте сравним таймер. Ну, заодно примерим на юксиновский ковер. Для того, чтобы установить таймер. Вот хочется его вот так поставить. На самом деле, нужно ковер на хаме. Ну, чтобы галочкой был. Ставим. И чуть в сторону. Видим, что здесь, на юксиновском ковре, части таймера будет вне ковра. Но стоит достаточно крепко, так что не страшно. Поставим рядом остальные таймеры. И будем сравнивать все три. Кого же выбрать примерно в одной ценовой категории. Но мой, наверное, самый дешевый. Могу сейчас ошибаться. Но все не сильно дешевле, чем стакмат. А стакмат это единственный таймер, который можно использовать на официальных чемпионатах по спидкубингу. Ну, под еды ВЦА. То есть, ЧИИ, МОЮ, ВАЙДЖЕЙ, ЮКСИИН, любой таймер, это только для домашних тренировок, либо для неофициальных чемпионатов. По дизайну, среди всех трех таймеров, естественно, уступает таймер МОЮ. Он был самый первый, очень дешевый. И его дизайн устарел в момент его выхода. На таймере от компании ЧИИ, ну, все те же кнопки включения, сброс, сохранения, листать. Нажимаем пальцами на вот эти вот места, загорается зеленая лампочка, отпускаем, время пошло. Все хорошо, достаточно четко все видно. Сбросить. Ну, если время пошло, остановилось, вы его не сбросили, то таймер дальше не запустится. Ну, зеленая лампочка не загорится. И чтобы делать следующую сборку, нужно, естественно, сбросить. Все как везде. Отличия в конфигурации кнопок есть только на таймере YJ. Если МОЮ и ЧИИ включение сверху, сброс тут же, сохранить, листать, лампочки на компании МОЮ. Все вот так вот действует. То у YJ кнопочка включения, где она, вот здесь, кнопка включения сбросит здесь, что не очень удобно, если таймер не закреплен, либо закреплен плохо. И вот, чтобы сбросить, он будет двигаться. Ну, соответственно, на ЧИИ такой проблемы нет. Но у YJ самая приятная поверхность. Soft-touch, или как так она называется, хорошая. И самый крупный дисплей. На ЧИИ дисплей слегка наклонен в сторону пользователя. В данном случае меня. И видно цифры чуть лучше. Это не так важно, конечно, но все же как-то идут в ногу со временем. Ну, или развиваются. Запустим заодно YJ, чтобы был какой-то результат. Да, и чтобы кубик был в кадре. Пусть постоит мейлонг. В принципе, все три таймера работают стабильно. МОЮ у меня достаточно давно. Но использовался на неофициальных чемпионатах многократно. Из нескольких таймеров на одном перестала гореть лампочка. Один из самой первой партии, где еще были таблеточные батарейки, умер совсем. Но его просто убили. Или неудачный был вариант. Сейчас же на всех таймерах две мизинчиковые батарейки. Все это одинаково. Служат они подоль, чем таблетки. CR2032 обычно туда ставятся. Несколько дней я тестировал таймер ЧИИ. Достаточно яркие вот такие лампочки у него. Наверное, самые яркие. Запустим, давайте еще YJ. И МОЮ. В МОЮ, наверное, уже... А, нет, все хорошо. Тут батарейки уже подсели. Если видно, наверное, нет. Вот цифры бегут. Лампочки сверкают. И самые яркие лампочки на таймере от ЧИИ. Хорошо это или плохо? Не знаю. Они вроде бы и есть. Но не будут ли они мешать при сборке? Возможно, если кубик держишь чуть подальше, то в глаз будут бросаться. А может и нет. Это опять же на любителя. Предел времени на этих двух таймерах 10 минут. Здесь я не проверял. Но, скорее всего, тоже, поскольку дисплей такой же величины, хотя немножко изогнутый. И сама форма таймера изогнутая. Не знаю, чем это удобнее. Что тут, что тут. Нормально можно пальцы класть, чтобы таймер запускать. В итоге, по надежности, они все примерно равны. Оправдывают свою цену. Самый приятный на ощупь таймер YJ. С самыми яркими лампочками таймер ЧИИ. У YJ не очень удобные кнопки, но опять это дело привычки. Ни один из этих таймеров нельзя использовать на чемпионатах ВЦА. Так что выбирайте на свой вкус и цвет. Все хороши. Теперь у меня есть несколько таймеров. Как только улягутся карантинные страсти, обязательно проведу неофициальный чемпионат. И там будут участвовать все эти три таймера. А так пока для домашнего использования, для обучения моих учеников. Там вроде грозился еще Ганн выпустить свой таймер, но я не уверен, что буду его приобретать. Смысла в нем особого нет. Одинаково они все время считают. Есть еще компактный таймер от YJ. Говорят, он работает плохо. Такой квадратник инфракрасный. Покупать не буду. Поэтому, скорее всего, с таймерами видео теперь будет не скоро. Вероятно, мою выпустят что-то в скором времени новое. Тогда приобретем, посмотрим. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Ну почти все. Снимем пленочку. И таймер заблестел более ярко. Ну а теперь точно все.